Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. В помощь семейному бюджету. Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг? Курение как вид досуга. Как работают заведения с кальянами? Посмотрела специальная комиссия и журналисты. Шесть лет вместе. Национальное телевидение Чуваши отмечает день рождения. Работу Союза пенсионеров сегодня обсудили глава региона и председатель общественной организации. Каждый год для ее членов проводят десятки масштабных мероприятий. Подробности в следующем материале. Жизнь Союза пенсионеров бурлит. Став у руля общественной организации, Леонид Шимин начал активно вовлекать пожилых людей в культуру. Недавно в Чебоксарах провели региональный этап поединка хоров среди ветеранов. После того, как были подведены итоги поединка хоров, был большой галоконцерт. Это уже мероприятие проводилось под агидой Министерства культуры нашего. Организация уже больше 10 лет существует и определенные наработки были и до меня. Это я просто говорю о том деле, который мы в последнее время ведем. У вас опыт большой, огромный опыт. Это тоже важно. Личности пишут в истории, все точки зрения. Мы рассчитываем на вас. В Союзе пенсионеров проводят и большую патриотическую работу со школьниками. Мы провели в Ядренском районе. Это был у нас расширенный круглый стол с активом нашей организации, с приглашением органов управления этого района. Мы рассмотрели вопрос патриотического воспитания молодежи на примере таких личностей, как Аркадий Павлович Айдак. Вообще, чувашские пенсионеры доказали, что готовы дать фору молодым. Недавно они завоевали целый комплект наград на Спартакиаде в городе Пенза. Глава республики отметил, что в правительстве региона инициативы Союза будут поддерживать и дальше. Какие сигналы, какие предложения с вашей стороны готовы всегда выслушать и реагировать на них, когда есть конкретные предложения по содержательной части, на что органы власти должны среагировать. Союз пенсионеров республики был создан 18 лет назад. Сейчас общественная организация – это эффективно работающий институт, где решают проблемы и отстаивают законные права старшего поколения. В Чувашии начался отопительный сезон, а значит скоро начнут приходить счета за отопление. Если оплата коммунальных услуг уносит значительную часть вашего семейного бюджета, следующий репортаж для вас. О том, кто имеет право получать субсидии, Ольга Пырочкина. У Светланы Иларионовой 10 детей, шестеро взрослых, а младшие 4 девочки еще учатся в школе. Чтобы всем хватало места, Иларионовы живут в просторной квартире, так что зимой за отопление приходят большие счета. Да и остальные коммунальные услуги, за которые начисляют по счетчику, такому большому семейству влетают в копеечку. Спасают семейный бюджет субсидии. Я получатель субсидий 3 года уже. За счет субсидий я половину экономлю. В летний период я экономлю полностью, у меня оправдывается, а в зимний период у меня наполовину. Между тем, кто имеет право получать субсидии, определяется не количеством детей в семье или, например, стажем работы. Данный вид льгот полагается тому, чьи расходы на коммунальные услуги составляют значительную часть общего семейного бюджета. Граждане могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от суммарного дохода семьи. При этом субсидия предоставляется собственникам либо нанимателям жилых помещений. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Размер самой субсидии, то есть какую сумму вам компенсирует государство, зависит от прожиточного минимума, так называемого стандарта стоимости жилья в регионе и других параметров. Получить всю информацию, подать документы и даже просто проверить, попадаете ли вы в категорию граждан, которым положена льгота. Можно в местных администрациях населенных пунктов, районных администрациях для жителей Чебоксар и в многофункциональных центрах. И еще один момент, который нужно понимать потенциальным заявителям. Субсидии предоставляются только в том случае, если нет задолженности по кварплате. Ольга Пырычкина, Арена Гавилян, Республика. Курение причиняет вред здоровью, истинно набившая оскомину. Но сторонники этой пагубной привычки придумывают каждый раз новые оправдания для употребления табака в каком бы то ни было виде. Сегодня в молодежной среде очень популярны кальянные клубы. В Чебоксарах их более 70. Как они работают, посмотрела специальная комиссия. В этом заведении, несмотря на то, что понедельник, посетителей достаточно. Кальяны практически на каждом столе. На просьбу комиссии взять у гостей пробу курительной смеси все отвечают отказом. Начальник столичного управления по развитию потребительского рынка делает контрольную закупку. А в чеке про кальян ни слова. Просто организации пишется набор. Они не пишут, что кальян, например, или чем-то. Они пишут, что набор. Это тоже, наверное, я думаю, введение заблуждения покупателя. Этот набор может отличаться с истоком? Да, конечно, набор. Мы не знаем, что такое тут. Курительную смесь отправили на экспертизу в Роспотребнадзор. Если специалисты обнаружат там содержание никотина, то владельцев оштрафуют на 80 тысяч рублей. После наших обследований или после наших контрольных закупок информация в адрес Роспотребнадзора. Для того, чтобы они проверяли и вентиляционную систему, и уголки потребителя, и сопроводительные документы. Почему? Потому что сейчас на данном обследовании у нас для меня, как простому обывателю, не было предоставлено сопроводительные документы для курительных смесей. В федеральном законе номер 15 черным по белому написано, курение кальяна с табаком внутри любых предприятий общественного питания и просто в общественных местах запрещено. Более того, в августе текущего года глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление, которое запрещает курить в общественных местах города даже без табачный кальян. Если кальянные услуги предоставляются вместе с услугами общественного питания, это законом запрещено. А дальше, как в рекламе, Минздрав предупреждает. Если кто-то считает, что курить сигареты вредно, а кальян ничего страшного, тот сильно ошибается. В помещении, где курит кальян, сильная концентрация углекислого газа. Особенность в том, что когда люди используют кальян, идет этот дым не в верхние отделы легких, а в глубинные структуры. Еще какой момент хочу сказать, что кальян с алкоголем – это несовместимые понятия. То есть здесь проблемы возникают достаточно серьезные со здоровьем. Эти рейды показывают, что штуки не меняются. То есть, как правило, этот аппарат обслуживает 5, 6, 7, иногда и более молодых людей. То есть со слюной передается все. Гепатит – пожалуйста, герпес – пожалуйста. Я уже не говорю о туберкулезе и всех других инфекциях. Какие законы не принимай, пока есть спрос среди населения. Предложение ждать себя не заставит, считают скептики. Но это не так. Закон всегда можно ужесточить, особенно если он должен действовать в интересах молодого поколения. Татьяна Трофимова, Рена Гавилян, Республика. Получение профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Сегодня учебные заведения предлагают огромный выбор специальностей, в том числе и для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Профессии получить можно разные. Швея, столер, программист. О том, какое образование получает в Чебоксарском экономико-технологическом колледже, смотрите в нашем репортаже. Сегодня в Чебоксарском экономико-технологическом колледже учатся более ста студентов с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, с задержкой психического развития и слабослышащие. Но желание учиться ничто не ограничивает. Ребята в колледже могут научиться шить, столярничать и мастерить изделия из дерева. Алексей Лукьянов больше десяти лет учит таких детей своему ремеслу. Придумана программа, адаптирована программа. Я, как бы, скажем, облегченная эта программа. Отдаются тут уже навыки такие вот простые, чтобы они обучались таким навыкам, чтобы адаптировались к жизни, научились какие-какие изделия делать, чтобы эти навыки пригодились им в жизни. А эти навыки пригодятся, уверены в колледже. Столер и мастер художественных изделий могут трудоустроиться на предприятии, а могут работать индивидуально. Ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят и психологическую адаптацию. Меня зовут Лутиана. Не строение скорочего осени. Арт-терапевтические занятия с психологом позволяют скорректировать эмоциональную сферу, помогают учащимся лучше узнать себя и развить коммуникативные навыки. Он способствует развитию эмоционально-волевой сферы детей, личностной сферы. Они больше узнают себя, окружающих. Мы их учим общаться с другими людьми. И, соответственно, они могут в обществе более лучше адаптироваться, привыкнуть к своей профессии, к работе, формировать свою семью. Для того, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могли получить специальность швеи, в колледже поменяли все оборудование и методику преподавания. Результаты не заставили себя ждать долго. Я горжусь тем, что хоть ребенок освоил это, допустим, изделие это. Мне приятно, что недаром эта работа прошла с моей стороны. Что, ну, чувство гордости. Я горжусь даже своими выпускниками. И детям-первокурсникам рассказываю, вот такая-то девочка училась из вашей школы. Она работает на таком-то предприятии. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня Всемирный день психического здоровья. Он призван напомнить человечеству о том, как важно сохранять душевное равновесие, особенно в наше неспокойное время. К сожалению, диагнозов, связанных с расстройством психики, с каждым годом становится все больше и больше. Между тем, есть много простых и действенных способов позаботиться о душевном комфорте. Как всегда, медицинские работники готовы поделиться рецептом. Все гениальное просто. Врачи Республиканской психиатрической больницы пригласили соседей, сотрудников противотуберкулезного, наркологического и кожно-венерологического диспансеров, на зарядку. Существует взаимосвязь между эмоциональным состоянием и физическим самочувствием. Когда мы себя плохо чувствуем, у нас нет физических сил. Когда у нас плохое настроение, у нас нет физических сил. А когда мы занимаемся физической активностью, движением, то поднимается настроение. Поэтому сегодня мы хотим поднять настроение с помощью физических упражнений. Всем в России известно, что стресс лечится с помощью трех С – спорт, спирт, секс. Врачи не оспаривают это утверждение. Лишь напоминают, значение двух последних сильно преувеличено. Кроме того, с алкоголем вообще надо быть крайне осторожным, чтобы не заполучить себе еще несколько диагнозов. Спорт же вне конкуренции. И вовсе не обязательно покорять олимпийский пьедестал. Положительный эффект наблюдается уже после 10 минут активных движений на свежем воздухе. Когда выходишь на природу, действительно, что ты полностью расслабляешься. И все у тебя отдыхает. И душа, и тело все отдыхает. Это действительность, это правильно. Очень хорошая зарядка. Надо почаще такое. Тем, кому нужны не эмоции, а аргументы, врачи готовы пояснить. При стрессе в организме вырабатываются кортизол и адреналин, которые губительно действуют на сердце, сосуды, печень, легкий мозг, слон на все органы. Нейтрализуют их действия дофамин, серотонин и эндорфин. Запустить выработку этих гормонов радости в организме легче всего с помощью занятий спортом. Будьте здоровы! Елена Гальперина, Арена Гавилян, Республика. Шесть лет в эфире. Сегодня национальное телевидение отмечает свой день рождения. За этот небольшой по телевизионным меркам срок удалось сделать немало. Наши программы сейчас смотрят не только жители Республики, но и европейской части страны. Решение о создании национальной телерадиокомпании «Чувашия» и правительство Республики приняло в декабре 2010 года. Ровно через 9 месяцев, 10 октября 2011 года, мы родились. Несколько дней вещания в тестовом режиме. И с 17 октября в эфир стали выходить ежедневные новости на чувашском и русском языках. Двухлетие национального телевидения программа «Республика» отметила выходом в прямой эфир. Телеканал вещает круглые сутки, причем значительная доля эфира – собственные проекты. Кроме ежедневных новостей, в эфир выходят более 30 различных программ на русском и чувашском языках. Сыбла, Сынадов. Здравствуйте. Сегодня с вами я, Агыш, и мы продолжаем учить чувашский язык. В этом году, 8 марта, национальное телевидение и радио «Чувашия» начали тестовые вещания на двух спутниковых платформах – «Триколор» и «Орион Экспресс». Главная новость дня. Национальное телевидение «Чувашия» начинает круглосуточное спутниковое вещание на европейскую часть России. Программы нашего телеканала уже доступны жителям других регионов. Через спутник наш эфир можно смотреть от Калининграда до Тюменской области. Количество абонентов превышает 10 миллионов человек. Национальная телерадиокомпания расширяет границы эфира. Одновременно увеличивается и программная сетка. Зрителей ждет немало интересных проектов. Седьмой уже, получается, сезон наш, да, то есть пойдем в семилетие. Он будет отмечен огромным количеством новых проектов. Часть из них уже запустилась, их можно уже увидеть на нашем канале. Это и ток-шоу «Мысли вслух», и очень много небольших программ двух-трехминутных, которые рассказывают о каких-то полезных вещах. Совсем скоро, буквально в эту субботу, мы запускаем наше реалити-шоу «Танцы без границ». Совсем скоро стартует шоу «Ротация», это тоже второй сезон. Много новых проектов и кулинарный проект будет, который совсем в ближайшее время мы увидим уже на нашем экране. Будут истории и про бизнес, и про жизнь, и про любовь, и про людей, которые приезжают в наш город и остаются здесь жить. Поэтому все самое интересное смотрите на национальном телевидении в нашем новом сезоне, который мы запустили в наше шестилетие. Считанные дни остаются до Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Открытие состоится уже в это воскресенье, 15 октября. К отъезду на фестиваль сейчас готовится и делегация из Чувашии. Сегодня представители регионального подготовительного комитета дали итоговую пресс-конференцию. Таймер на официальном сайте в ФМС 2017 показывает, что до старта главного молодежного события года три дня и несколько часов. Уже 14 октября к 20 тысячам участников из разных стран мира присоединятся 125 человек из Чувашии. До встречи в Сочи! До отъезда осталось пара дней, но у участников и журналистов по-прежнему много вопросов. Главный, как люди из 150 разных стран будут общаться. Организаторами планируется раздача как раз таки телефонов, смартфонов каждому участнику. Это делается как раз таки для снятия языкового барьера. То есть в этом телефоне будет специальное приложение, что может сразу переводить то, что вам говорит ваш как бы собеседник с любого языка, на котором он будет говорить. На 12 образовательных площадках будет синхронный перевод. Игорь Краснов выбрал секцию «Будущее науки». Он намерен обсудить с молодежью со всего мира проблемы образования. Я работаю в Центре дополнительного образования, и мой проект направлен на профессиональную ориентацию детей. Чтобы они уже в маленьком возрасте почувствовали себя в той или иной профессии. Для площадки, которую выбрала хореограф Ольга, язык вообще не главное. Попадаю на площадку творчества, музыка, танец. Думаю, будет очень интересно, вообще безумно интересно. Хотелось бы посетить мастер-классы, различные лекции. Вообще очень хочу на фестиваль. Участники еще только собирают вещи, а волонтеры фестиваля уже на месте. Одной из них стала наша коллега с гостелерадиокомпанией «Чувашия» Вероника Павлова. Ну а что касается национального телевидения «Чувашия», то на Всемирном фестивале молодежи и студентов Сочи ее будут представлять трое корреспондентов. Это я, Ольга Пырочкина, Юлия Важенина и Анастасия Лангина. У нас уже чемоданное настроение и буквально через пару дней мы выезжаем в Сочи. Мы будем в гуще событий, так что ждите привет из Сочи. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!